Поэтому все тело должно участвовать в ударе, и если оно участвует, то очень большая нагрузка приходится на запястье, при любом движении. Если здесь сильно, а кисть слабая, у вас никогда не получит сильный удар. Поэтому чиша – это очень важно. При технике очень важно. Когда чиша летит, у вас все расслаблено, но когда в финальной точке, вот здесь вы очень сильно должны сжимать ручку. Иногда используют просто импровизационные движения, то есть чиш можно импровизировать, просто крутить ее и разрабатывать запястье, не только делать обязательные направления. действия может быть так. Продолжение вgu relaxed эстерии. Работа в игру быстро. В удовольствии как жир на кар比較е, это такая же груза. Должение в этом случае. Тренировать эту спу. Должение вести сгода. Должение в груди. То есть при тренировке вы можете брать вашего партнёра, естественно, более мягко. Но Сэнсэй сейчас показывал, как надо брать, когда это будет. И, собственно, вот для этого нужна и тренировка с Нигириган. Тэцюгета разрабатывает вот эти вот связки сухожилия. А зачем это нужно? То есть вы можете иметь очень сильные мышцы ног, но у вас будет медленный удар. Вот эта часть обеспечивает, чтобы удар был очень быстрый. Вот эти связки. Если вы медленный, вас очень легко захватить и бросить. Если вы долго держите ногу в воздухе при ударе ногой. Эксперенция не понимает. Это можно понять только в процессе тренировки с Тэцюгетой, как они работают. Это связки. Это связки. Это связки. Пусть чё, это связки. Так же она. Пусть на бой. Здесь с진도 были. Синески. Теперь, вспомните, что разворачивай. Возьмите. Теперь, чтобы уйти санчинкой. Это связки с Sony. Вот так.